Всем доброго, тихого дня, девчата! Сегодня с таким будет светлом, бо светла в нас немає, тому якось так. Значит, сегодня среда, а это значит, что сегодня отчетный день. Отчетный день на моем канале уже более 4-х лет я каждую среду делюсь своими результатами. Также на канале сейчас в течение месяца проходит бесплатный марафон. Девчонки, кто присоединился, в закрепленном комментарии вы найдете начало марафона, где я публикую меню на день. Вы берете на вооружение, либо пользуетесь правилом тарелки и получаете результаты. Самая главная система и дисциплина, и тогда результаты будут 100%. Сегодня я с вами также поделюсь меню, на котором я построила на 60 кг. Если вы будете где-то в каких-то менюшках слышать, что здесь минус 30 или минус 50, вы должны понимать, что я беру уже проверенными, скажем так, способами, проверенными меню, на которых я строила. И вот сейчас с вами делюсь, публикую. Я считаю, что нет смысла изобретать велосипед и таким образом изобретать что-то новое. Работает правильное рационально сбалансированное питание. Убираем перекусы, убираем подъедание, убираем сахар, убираем мучное, убираем копченое, жареное, газировки. И, как и говорю всегда, исключи и худей. Исключите простые углеводы, которые поднимают инсулин. Мы с вами за это время наедаем инсулинорезистентность. И это дает набор веса и кучу-кучу заболеваний. Поэтому вы должны об этом помнить. И кто является участником бесплатного марафона, пишите свои результаты за две недели. Если у вас что-то не получается, так же пишите. Будем ближайшие видео разбирать, если у вас что-то не получается. Сегодня планирую прямой эфир, но не знаю, если будет свет, если будет интернет. Надеюсь, и это видео до вечера сегодня выйдет, потому что света сейчас нет. Как зальется это видео по времени, не могу вам сказать. Ну и сейчас я взвешусь. И хочу вам сказать, что на протяжении этой недели у меня был вес в плюсе. Это было килограмм, полтора, два, потом опять полтора, пять килограмм. Сейчас вес плюса нул. И вы должны быть к этому готовы. Если вы также придерживаетесь основ правильного питания, но при этом у вас так же жарко, как у нас сейчас. Сейчас аномальная жара. Необходимо просто этот период пережить. Вы должны прекрасно понимать, что организм задерживает жидкость. Сейчас очень жарко, поэтому помогайте себе пейте водички. Достаточное количество питайте организм влагой. Сейчас даже и есть не хочется. У меня сейчас вообще два приема пищи, второй и то с таким вазелином. Поэтому, что у меня сегодня по весу, мы сейчас с вами увидим. Ну, отечность присутствует. Вот, собственно, об этом я и говорила. Поэтому, ну вот, пару килограмм есть сейчас в плюсе. И вы должны быть готовы к тому, что это может быть. И не надо паниковать. Сейчас только жара уйдет, вес пойдет вниз. То есть, ну, я вообще не паникую по этому поводу. И я очень рада, что в моих марафонах с сопровождением девчонки понимают, что это работает. Система работает. Когда ты придерживаешься основ правильного питания, вот такие нюансы задержки жидкости, они имеют место быть. Поэтому не забывайте об этом. Все, мои хорошие, сейчас делюсь с вами меню на день. Сегодня я с вами поделюсь рационом на день. На таком рационе я построенила на 60 килограммов. И сейчас делюсь своим опытом, а также провожу марафоны с сопровождением, где женщины вместе со мной улучшают свое здоровье. И сейчас расскажу вам о небольшом наборе продуктов, которые необходимы для приготовления такого меню. Меню рекомендую приготовить одно на два, на три дня. Учитывая сейчас в Украине отключение света, продукты максимально старалась подобрать, какие вы можете использовать. То есть, даже приготовить на день. Значит, что необходимо в этом меню будут грибы, яйца, лук, сыр твердый, помидоры, куриное филе, лаваш, перец, дальше овощи сезонные. Вот там у меня еще огурцы идут. Это все идет по... Овощи идут по сезону. Ну и сейчас мы с вами приготовим завтрак. На завтрак вы уже поняли, у меня будет божественный омлет. Для приготовления омлета я беру помидор. Девчата, я просто, я фанат помидоров. Как я их люблю. Мелко нарезаю помидор. Половинку оставляю на салатик. Половинку нарезаю для приготовления омлета. Овощи также можно брать и замороженные, если вы будете смотреть это видео зимой. Также беру половину перца. Перец также, половину идет у меня в омлет. А половину перчика я отправлю сейчас в, собственно, в омлет. Омлет, омлет, омлет. Видите, одни омлеты. И сейчас это очень хорошее такое подспорье. Яйца можно также использовать. Я рекомендую в марафонах использовать не более трех яиц в день. Значит, также мелко нарезаю перец по возможности. Добавляю зелень. Вы можете взять любую зелень, какая у вас есть в доступе. Я добавляю рукколу. Мне она нравится. Поэтому здесь уже, как говорится, гулять фантазия. Можете взять любую другую зеленушку, какая у вас есть в доступе. Ну и, собственно, основная часть марлезонского балета. Готовим яйца. Яйца у меня не домашние. Магазинные сестра сейчас увидит и скажет, что ты молчишь. Я же тебе яйца сейчас. Будет меня ругать, что увидит магазинные яйца. Но ничего. Так, дальше. Значит, перемешиваем зелень, помидор, перец. Все, что у вас есть, вы поняли, да? И зеленушки. Так, теперь. Ну и, собственно, приступаем к жарению омлета. Добавляю немного масла, буквально для того, чтобы смазать сковороду. Масла очень мало. Чайная ложка максимум. Так, выкладываю омлет, накрываю корышечкой. Летик готов. Но к нему я еще добавлю сейчас салат. А также, вы видите, я добавила салатик. И здесь у меня клубники. Клубники свежие, 150 граммов. Смачного! 12.00. Мое время обеда. А что у меня будет на обед, я вам сейчас расскажу. Сейчас я буду готовить обед и ужин одновременно. Единственное различие будет, к обеду у меня будет добавиться каша. Я отварю каши 40 грамм в сухом виде. Так, мне сейчас нужно приготовить на 2 дня себе гречки, чтобы не варить ее постоянно, каждый день. Сейчас я себе отвешу 80 грамм, то есть 40 грамм на раз. Сейчас я ее промою и поставлю варить. И потом уже готовую поделю пополам. Ну а мясная часть я вам сейчас расскажу. Это у нас с вами будут куриные бомбочки. Значит, что мне понадобится? Мне понадобится куриное филе, сыр, приправы любимые, у меня копченая паприка, чеснок, перец, соль, грибочки и оливковое масло. А также мне понадобится буквально немножечко сметаны. Так, ну что, на приготовление куриного объедения мне понадобится филе. Но мне нужно для себя взять свою норму. У меня это 90-100 граммов филе на один прием пищи. Ну и соответственно мне нужно как бы взвесить и подготовить. Я думаю, вы поняли по набору того, что я буду сейчас делать. Это у меня сейчас будут а-ля отбивные. Сейчас мы с вами отмерим, лишнее отрежем. Потом оно мне пригодится, это лишнее. На глаз мне нужно где-то отрезать, ну в районе 90-100 граммов. 109 грамм. Ну я трошки не рассчитала, но все-таки нужно стараться, чтобы было четенько. Мне вот эти обрезочки, они понадобятся потом. Я вам объясню. Так, что у нас получилось? Ну вот в среднем где-то так. Так, ну что, сейчас буду делать отбивные. Так. Накрываю. А вы напишите, вы так же делаете или нет? Тоже так же накрываете. Так. И буду отбивать. Очень мне нравится именно такой способ приготовления отбивных. Вы видите, что ничего не разбрызгивается. Не надо в очередной раз отмывать плитку. И очень и очень классно, что все остается именно вот там вот в середине, под плексом. Поэтому очень мне нравится, что кухня остается при этом чистая. Теперь по вкусу я использую, кстати, розовую соль гималайскую. Добавляю любимые свои приправы. Вы также чем любите, тем приправляете. У меня там смесь перцев, солька. Ну и перекладываю. Теперь нарезаю луч. Этот, господи, лучок, девочки. Девочки, грибочки. Лучок. Нарезаю мелко грибочки. Все прям стараюсь как можно мельче. Так же беру, теперь уже беру лучок. Нарезаю так же мелко лучок. И все это дело буду сейчас добавлять к грибам. Так. Точнее нет, не к грибам. Не добавлять к грибам, а сначала будем обжаривать, обсмаживать лучок. Так, вы видите, грибочки стоят, ждут своей участи на небольшом количестве масла. Где-то чайная ложечка. Я обжариваю немножечко лук и добавляю грибочки. Все это дело сейчас у меня готовится. Пока у меня жарятся грибы, мне нужно взять 90 граммов твердого сыра. Сейчас я взвешу. У меня получается 6 бомбочек куриных. Вот. 93. Значит, будет у нас 93. Думала, придется мне отрезать. И потру его сейчас на терочке. Так, натираем. Готовится все очень и очень быстро. Грибочки мои уже подготовлены. Дожарились. Видите, что уже практически суха. Они сначала дают сок. Водичка появляется. Потом практически вода вытушилась. И грибочки уже готовы. Дальше. Беру противень. Плита уже разогревается на 180 градусов. Значит, очень мне нравится силиконизированный пергамент. Поэтому, девчата, напишите, каким пользуетесь вы. Я вот открыла для себя силиконизированный. Это просто красота. Не пристает. Вообще, я очень довольна. Сейчас в Авроре постоянно покупаю. Так, ну теперь, собственно, сейчас начинается самое интересное. Сейчас мы с вами будем делать куриные бомбочки. Для этого вам понадобится стакан с широким горлышком. У меня стакан из-под виски. Вот так вот складываю отбивную. В нее складываю начинку. Начиночка идет из грибов и лука. И таким образом мы сейчас с вами готовим бомбочки. Так, теперь складываю. Вот так вот. И переворачиваю. И она у меня так красиво легла. Ну и так готовлю все остальные. Шесть штучек, по-моему, у меня получилось. Все так выкладываю. И отправляю прямо-прямо на противень. Шлеп. И готово. Да, получаю шесть штучек. Сверху смазываю немного сметаной. Ну вот буквально немножечко. Возьмите столовую ложку сметаны. Сметану можно взять 10-15% жирности. И смазываем каждую-каждую бомбочку немного сметанкой. И сверху добавляем твердый сыр. Девочки, это так вкусно получается. А самое главное, полезно. Я вам хочу сказать, что многие девчонки в моих марафонах говорят, Лена, моя семья меня просит. Я хочу такое же, как и у тебя. Прошло 30 минут. И вуаля. Мы получили полноценные вкусные приемы пищи. Сейчас давайте мы с вами посмотрим, как же эти бомбочки куриные выглядят внутри, в середине. Вот она вот одна такая бомбочка получается. Мы с вами сейчас ее аккуратненько, аккуратненько, легким движением руки разрежем. И, как я говорю, девочки, вуаля. Вы только посмотрите, как же это красиво и вкусно, смачно. Вот такой обед. Одна бомбочка, крупа, смачно. Пришло время полдника. А что же это такое, я вам сейчас расскажу и даже покажу, как я приготовила. Смотрите. Яка, самокота. Так, девчата, а сейчас мы с вами приготовим такое а-ля пицца, а-ля пирог. Я не знаю. Напишите мне, как это у нас с вами будет называться. Но самое основное состав. Значит, в составе у меня будет, вы видели мясо. У меня обрезное было мясо с филе. Я еще добавила. Здесь у меня получилось 200 граммов фарша. Здесь у меня 80 грамм лаваша. Также 80 грамм уже я потерла сыр. И один помидор. Лаваш у меня практически подходит под... Вот, а хотя мы можем даже сделать так, чтобы он действительно подошел. Так, вот ширина и... А, подождите. Мы сейчас знаете, как с вами сделаем? Мы с вами сделаем вот так вот. Вы также можете вырезать по своей форме. Мне так удобно. И, кстати, лаваш можно заменить, если есть еще и тесто фило. Так же, как вариант. Ну, вот я подбираю под свою форму. Можете этим не заморачиваться, так не делать. Ну, вы видели в итоге, как вышло красиво. Вышло так прям очень и очень привлекательно. Значит, разрезаю. У меня получилось 6 частей на это количество. И сейчас немного добавляю соль и фарш. Также любимые приправы. У меня это чеснок, это у меня копченая паприка, перчик, смесь перца. Ну, в общем, все-все-все ваши любимые приправки. Так, сейчас мы это все дело добавляем. Естественно, все это мы перемешиваем. Ну, и, соответственно, получаем. Перемешали и получили результат. Значит, все это быстренько перемешали. И дальше будем постепенно подготавливать все остальные ингредиенты. Сейчас нарезаем, вы видите, помидорчик. Так, ну что, давайте теперь наш пирог собирать. Значит, у меня оставалось немножечко сметаны. Я вот так вот буду смазывать. Так. И фарш. И распределять фарш по коржу. Спасибо. сверху добавляем смешали мы тут два яйца духовка разогрета до 180 градусов прошло 35 минут и вуаля это я приготовила на два приема пищи то есть здесь полдник на два дня очень и очень удобно приготовил убрал и забыл так теперь разрезаем я уверена что вы хотите посмотреть как же эта порция как это все выглядит внутри поэтому я вам сейчас конечно же покажу вы только посмотрите какая красота у нас с вами получилось как это красиво а самое главное вкусно и полезно я уверена и ваша семья скажет я тоже хочу такой пирог я тоже хочу такую а-ля пиццу мы с вами меняем способы приготовления делаем максимально просто максимально полезные потому что мы стройнеем с вами в удовольствие и в кайф для улучшения своего здоровья правильно девчата пришло время ужина и на ужин девчата я заморачиваться не стала я взяла салат и взяла такую куриное объедение посмотрите кака смакота смачно о-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо